В той церкви с вами поступили некрасиво, поэтому мы пришли сюда, в Церковь Победа. Вы хорошие, а те люди плохие. Я хочу, чтобы вы знали, что, как ваш пастор, я молюсь о том, чтобы вы простили церкви, где вас ранили, потому что, если вы не простите, эта злоба внутри продолжит лишать вас радости и мира, какие имеет для вас Бог. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно, Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Сегодня я хочу поговорить о притче, которую рассказал Иисус. Принцип, которому учит эта притча, возможно, является самым важным принципом в Библии от Бытия до Книги Откровения. Может, вам кажется, что вы слышали на эту тему уже достаточно и как бы усвоили этот урок, но нет, в вашей жизни что-то происходит, и мы осознаем, что нам есть еще чему учиться. В жизнь приходит испытание и показывает, насколько мы усвоили эту тему, научились мы правильно реагировать на испытания в данной сфере или нет. Сегодня я хочу поговорить с вами о прощении. Почему мне все еще сложно прощать? Почему некоторых людей так сложно простить? Мне кажется, что они этого не заслуживают. Я даже думал назвать проповедь так. Они не заслуживают этого. Приходили к вам такие мысли? Иногда мы относим эти слова к тем, кто несет незаслуженное наказание. Мы говорим, «Ого! Такого они точно не заслужили». К примеру, если кто-то получил вместо пятилетнего тюремного срока целых 50 лет заключения, или если кому-то была оказана милость, и ему удалось избежать большого наказания, мы говорим, «Он этого не заслужил». Вы когда-нибудь думали так о ком-то? Мы постоянно в жизни поддаемся искушению неправильно понять, что значит прощение. Посмотрим притчу о прощении в Матвея 18.21. Да, слава Богу за его слово. Итак, Матвея 18.21. С чего все началось? К Иисусу приходит Петр и спрашивает, «Господь, сколько раз я должен прощать брату, согрешающему против меня? Сколько раз я должен прощать тем, кто оскорбил мои чувства? Кто продолжает так поступать?» И мне нравится, что Петр предлагает свой ответ. Семь раз. Он тут же предложил Иисусу свою собственную версию ответа. Семь раз? Иисус говорит, «Нет, Петр, не говорю тебе до семи раз, но до седьмиджи семидесяти раз». Я вижу, вы начинаете в уме высчитывать. Но четыреста девяносто раз. Тебе не кажется, Иисус, что это уже перебор? Но этим Иисус хочет сказать, что мы не должны считать, сколько раз мы прощаем людей, потому что, если мы будем жить в прощении, нет границ тому, что Бог может сделать через нас. Ваше продвижение вперед напрямую связано с вашей способностью прощать. Невозможно перейти на другой уровень, пока не научишься прощать на этом уровне. Бог хочет вас поднять немного выше, но вы все не можете простить какие-то мелочи и продолжаете пребывать на том же уровне. Как только вы начинаете жить в прощении, вы увидите, что над вами открывается благословение с небес. Только говоря о прощении, Бог обещает, что как только вы простите, вас ждут благословения, где братья и сестры вместе в единстве, там благословение и жизнь вовек. Когда братья и сестры прощают друг друга, отцы прощают сыновей, мужья, жен, а жены прощают своих мужей. Почему же нам так сложно прощать? Поэтому Петр задал этот вопрос. Он искренне высказывал свое мнение, что трудно прощать, когда твои чувства задеты. И это несмотря на то, что он провел с Иисусом уже три года. Но сердце по-прежнему болит, и по-прежнему так трудно простить тех людей, но прощение не отменяет то, что они вам причинили, и не дает им право поступать так с вами и в будущем. Но прощение освобождает вас, и вы больше не держитесь за горечь в вашем сердце. Прощение — это скорее внутри, чем снаружи. Мы должны учиться прощать. Иисус, после заданного Петром вопросом, говорит ему, «Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. Трей, можешь мне принести мне те два мешка? Я приготовил два мешка, не набитые не золотом, а камнями. Но я хочу, чтобы вы поняли, что десять тысяч талантов — это огромные деньги. Это больше, чем три миллиарда долларов. Итак, я хочу показать вам, насколько это были тяжелые мешки с золотом. О, мама дорогая! Я не преувеличиваю. Я знаю, Трей принес этот мешок без проблем. Но он тяжелый. Скажите, тяжелый. То, что вам причинили другие, простить тяжело. То, чего они вас лишили, простить тяжело. То, что они вам сказали, какую боль причинили вам. Ваш отец, все это, простить тяжело. Вы чувствуете, что они вам должны. И это значит, что внутри вас непрощение. Они меня лишили мира. Они столько всего у меня отобрали. Они забрали мою радость. И точно так же этот человек должен был мне огромную сумму денег. Мы не знаем, откуда взялся такой огромный долг. Может, он принял одно неверное решение в результате. Компания теперь должна более трех миллиардов долларов. Но, скорее всего, это был целый ряд неверных решений. Он полностью загубил свой бизнес. Он совершил слишком много ошибок. Принял так много неверных решений. Или жена говорит мужу, дорогой, «Я тебе тысячу раз прощала за это, но ты снова так поступил. И меня это уже достало». Если я не смогу совладать своим непрощением и горечью в нашем браке, то навряд ли нам удастся сохранить наш брак. Если я не научусь подавлять себе злобу внутри, потому что окончательный результат, накопившийся горечи, убийство, поэтому мы видим в мире так много проявлений ужасной жестокости. Источник этого — неспособность прощать и правильно справляться с горечью внутри. Может, вы не убьете кого-то физически, но вы уничтожите ваши отношения. Вы убьете их в своем разуме, сказав, «С меня хватит. Я больше не хочу их ни видеть, ни слышать. Они разбили мне сердце, навредили психике моей детей». Врач дал моему отцу не только лекарства, и это усугубило его болезнь. И теперь я не могу простить ни больницу святого Фрэнсиса, ни больницу святого Джона. Я не прощу мать пацана, дразнившего моего сына в первом классе. Теперь мой сын совсем другой. Малозначимые вещи мы еще можем простить, но бывает что-то, за что нам реально сложно простить. Эти люди должны мне 10 тысяч мешков с золотом. Они мне сделали плохо. Та компания уволила моего мужа, хотя он ничего плохого не сделал. Он отдал компании 25 лет жизни. В той церкви с нами поступили некрасиво. Поэтому мы перешли сюда, в Церковь Победы. Вы хорошие, а те люди плохие. Я хочу, чтобы вы знали, что как ваш пастор, я молюсь о том, чтобы вы простили церкви, где вас ранили. Если вы не простите, злоба внутри продолжит лишать вас радости и мира, какие имеет для вас Бог. Но, Пол, ты не знаешь, как там с нами поступили. Если я живу с чувством, что теперь эти люди мне должны, это обкрадывает меня. Я хочу перечислить вам, какой ущерб наносит непрощение. На экране вы увидите целый список таких вещей. Какой урон наносит нам непрощение? Я также прочту вам, что в этом списке. Непрощение удерживает вас от предназначения, какое имеет для вас Бог. А также непрощение держит вас внутри, в цепях. Вы думаете, что храня в сердце злобу на кого-то, вы лишаете их радости, но это обкрадывает лишь вас. Непрощение, подобно раку костей, оно медленно вас убивает. Непрощение, подобно тому, что вы пьете яд, надеясь, что умрет кто-то другой, и вы продолжаете его пить, и этот яд убивает вас. Непрощение лишает вас мира, радости, любви, того, в чем вы так нуждаетесь, и также в молитве «Отче наш» есть важная строка. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Как мне нравится эта часть. Небеса на земле, благословение, умножение, жатва. О, небеса сходят на землю. И затем Иисус говорит, продолжай молиться. Что там дальше? Хлеб наш насущий. «Подавай нам на каждый день». Да, это важная часть. Еда, это важно. Я просто обожаю вкусно покушать. И затем говорится, «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. «Прости мне мои согрешения так же, как я прощаю тех, кто согрешил против меня. Господь, прости меня так же, как я прощаю своих врагов. Прости меня так же, как я простил своего отца. Прости меня так же, как я простил семью». Итак, возвращаясь к этой притче, тот человек был должен столько, что выплатить столь огромный долг было невозможно. И теперь смотрите, что произошло. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Вы скажете, «Очень жестоко». Потому что в те времена, на Среднем Востоке, если кто-то совершил ошибку, он единственный должен был за это поплатиться. Если человек разорил компанию, именно он должен был выплатить этот долг. Но его грех был настолько велик, что в данном случае за это должна была поплатиться и жена, и дети. И такое бывает в нашей жизни. Такое бывает в нашей жизни. Сея милость в жизнь других, я делаю сбережение милости на своем счету. И Богу это ценно. Это открывает двери для Его благоволения в мою жизнь. Это делает меня более похожим на Иисуса. Чтобы простить, вспомни, что это прощено тебе. Дальше мы видим, что этот человек начинает молить его о милости. «Прости, что я так тебя подвел». «Я честно, больше так не буду». «Я знаю, что не раз уже разочаровал, но дай мне еще один шанс». «Я умоляю, я снова завоюю твое доверие и компенсирую весь урон, что нанес государь, которому он был должен, прекрасно осознавал, что вернуть такой долг просто невозможно». Когда кто-то причиняет вам глубокую боль, вернуть такой долг невозможно. В этом и состоит сила прощения. Прощение радикально. Прощение не говорит, что то, что он сделал, не зло. Но оно говорит, «Я отменяю твой долг. Ты не сможешь мне оплатить». Но Христос заплатил и за все. И вот как государь реагирует на его просьбу. Только послушайте, государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Это было мощно. Этот момент прощения поистине невероятен. Это был момент, когда внутри он простил этого человека. Кто-то из вас в этом зале сидит и думает, «Пастор, ты просто не представляешь, какую рану они мне нанесли. Как сильно эти люди меня подвели. Мне сложно воспринимать эту проповедь». Что ж, перечислим рациональные причины, почему нам так сложно прощать. Почему на пути прощения мы часто замедляем шаг? Мы как бы откладываем это на потом. Первая причина, почему нам сложно простить и спустить их с крючка, потому что мы считаем, что это реально большой проступок. «Как такое простить?» Я бы и рад простить, но они сделали такое, что простить невозможно. Он обидел моего сына, мою дочь. Они предали моего отца, поэтому простить их — это уже слишком. Да, я буду ходить в церковь и буду прощать всех остальных, но на этих людей я буду хранить злобу в сердце. Послушайте, чем больше боль, тем важнее ее отпустить. Иногда вместо того, чтобы разобраться с раной в сердце, мы говорим, «Время все вылечит. Даниэл, можешь дать мне свой телефон?» Открой, пожалуйста, календарь. Мы не можем попросить Сири как-нибудь залатать дыры в наших отношениях. «Календарь, можешь исцелить отношения между мной и моим отцом?» Календарь на это не способен. Все, что он сможет сделать, это сказать, какое сегодня число. Время не вылечит то, с чем вы сами не разобрались. И да, возможно, вам понадобится время, чтобы остыть, но не стоит ждать слишком долго. Вам нужно встретиться и примириться с этим человеком. Спешите сделать это. Хотя бы через имейл. Кто-то скажет, «Я прощу, если он попросит у меня прощения». Вот в чем проблема. Эти люди могут никогда не попросить у вас прощения. Кто-то из них уже мертв и не скажет, «Прости, не нужно злиться на тех, кого уже нет с нами». Эти люди в могиле. И пока вы не простите, вы там в могиле с ними. Примите решение, что вы их прощаете. Как бы вам не было это тяжело. Но, Пол, как мне простить, если я не могу забыть? Опять нахлынула волна воспоминаний. Преимущество прощения в том, что оно меняет воспоминания. То есть вы начинаете смотреть на все это иначе. Не то, что у вас вдруг наступает амнезия какая-то. Но если я простил, и храню это прощение в сердце, я не истолковываю воспоминания сквозь линзы негатива. Я говорю, что враг хотел обратить мне во зло. Бог обратил мне во благо. Мои братья продали меня в рабство. Жена Патифара обвинила меня в том, что я не совершал. И в итоге я заключен в тюрьму на 10 лет. Несмотря на то, что я все еще помню об этом, я смотрю на эти воспоминания по-другому, потому что они хотели меня похоронить, а Бог насадил меня в эту землю. Мое прощение помогло мне прорасти и войти во дворец. Прощение дает тебе свободу, дает прорасти и открыть свое предназначение. Пятое. Я бы их простил, но они ведь опять поступят так же. Если я их прощу, я этим как бы дам им позволение снова так со мной поступить. Дело в том, что когда мы мыслим, мы считаем, что способны контролировать действия других. Моя злоба держит их? Нет. Она держит в этой тюрьме лишь вас. Но если вы ухватитесь за прощение, вы обретете свободу. Итак, правитель прощает ему огромнейший долг и отпускает его. Правда, это удивительный акт прощения. 28 стих. Раб же тот, войдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Получив прощение, вы тут же проходите испытание. Как вы лично будете относиться к людям, которые стали вашими должниками? Кому из вас в этом зале прощали что-то существенное? И я вижу, что таковых большинство. И мы как бы забываем о том, что нам самим кто-то что-то простил. «Почему мне так тяжело прощать других людей?» И я забыл, сколько прощено мне. Человек, которому было столько прощено, находит того, кто должен ему сто динариев. Дэнни, встань, пожалуйста. И, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне». «Ты должен». Он требовал, «Ты должен». «Ты должен». «Ты меня обокрал. Ты должен вернуть мне этот долг». И вот, что происходит дальше. Тот человек умоляет его о пощаде. Где-то мы уже увидели эту картину, и я вижу, как вы притихли. Это значит, что внутри вы чувствуете обличение. Бог говорит, «Разве не простил я вам ужасные вещи, которые творили вы? И вы все равно продолжаете грешить. И я простил тебе то, что ты сказал на прошлой неделе, и за то, на какой сайт ты заходил. А ты ей даже того простить не можешь. Я тебе так много простил, а ты такой пустяк не можешь отпустить. А ты что, забыла, как много простил тебе Бог? Потому что то, как ты относишься к мужу, выглядит так, что Бог ничего не сделал для тебя. Ты еще за это заплатишь, дорогой. Бог говорит, «Послушай, дорогой дитя, пятью стихами ранее речь шла о тебе. Раб нашел товарища, схватил и требовал, отдай мне, что должен». Как узнать, что вы в гневе и полны ненависти? Когда вы разговариваете с самим собой, репетируя гневную речь? Вы стрижете лужайку, а сами пыхтите внутри. В эти моменты вы превозносите себя над этими людьми. Но прощение — это когда вы становитесь на колени рядом с ними и говорите, «Я тоже был на твоем месте». Я тоже много согрешал, и мне тоже было необходимо Божье прощение. Мы обретаем свое исцеление на коленях. Мы обретаем дружбу, восстановленные отношения. Свой брак только в таком положении. Вам не восстановить отношения, если вы палач. Нужно простить. Однако тот раб не простил. но бросил товарища в темницу. Об этом все узнали и тут же доложили государю. Помните того, кому вы простили 10 тысяч талантов, когда он умолял вас, и вы простили ему огромный долг? Он не смог простить своего товарища, который должен был ему всего 100 динариев. Спасибо, Даниэль, за помощь. Смотрите, что было дальше. Государь говорит, поскольку ты не помиловал товарища, как и я помиловал тебя, ты мне отдашь все до копейки. Какой бы сложной ни была тема прощения, когда мы прощаем, мы не говорим этому человеку, что его поступок не был злом, но прощение освобождает нас от злобы, от внутренней тюрьмы. Мы говорили о том, что делает с нами непрощение. Послушайте, что с нами делает прощение. Это скорее подарок для вас, чем для них. Вы обретаете свободу, открывается дверь для Божьих благословений, начинает исцеляться ваше отношение и в ваше сердце. Сея милость в жизнь других, я делаю сбережение милости на Своем счету. И это Богу ценно. Это открывает двери для Его благоволения в мою жизнь. Это делает меня более похожим на Иисуса, чтобы простить, вспомни, что прощено тебе. Я должен отражать своей жизнью то, что Иисус простил даже тех, кто Его убивал. Как вам простить кого-то? Вспомните, что простил вам Бог. Давайте на этой неделе каждый день произносить с утра молитву «Отче наш». Будем просыпаться и молиться «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Хлеб наш насущий. Подавай нам каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Сделайте паузу и спросите Бога, может у вас есть непрощение, тон вашего обращения с этим человеком о многом может сказать. На этой неделе у меня было искушение сильно огорчиться. Я повел детей на ярмарку. Это была плохая идея. Пятница, вечер, толпа. Со мной были Лиам, Бенни, Мак и малышка Элли. Я пытался найти парковку. Мне навстречу ехали две девочки, подростка в большом траке. Они громко слушали музыку и не смотрели на дорогу. Они чуть не ударили на нас со стороны, где сидела малышка Элли. Моему гневу не было предела. Я что с силы начал сигналить. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Лиам растерялся. Папа, что произошло? Я сказал, те девочки чуть в нас не врезались, Лиам сказал, но мы же их прощаем. Люблю, когда мне проповедуют собственные дети. Кого вам нужно простить или отпустить в своем сердце? Вы слышали сегодня, что когда мы не прощаем, мы остаемся в цепях и лишаемся полноты жизни. Бог вас уже простил, люди вас простили, а вы себя никак простить не можете. Может, ваш отец сказал вам что-то или сделал что-то. Может, это ваша мать или другой член семьи. Может, это ваша бывшая церковь, ваша компания или даже президент. Я не знаю, кто вас обидел, но я знаю точно, если вы не простите, вы не сможете ощутить свободу, которую имеет для вас Бог. Сегодня пришло время простить. Я призываю вас разорвать цепи горечи и обиды. Повторите за мной эту молитву. Иисус, я выбираю простить. Я выбираю отпустить все обиды. И выбираю принять твое прощение в мою жизнь, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, если вы молились искренне, с вас пали оковы. И свобода от Бога пришла в ваше сердце. И теперь следующий шаг. Продолжайте прощать каждый день. Станьте частью поместной церкви. Если вы еще не нашли себе церковь, я буду рад видеть вас в Церкви Победы. Буду рад пожать вам руку и помочь вам почувствовать себя как дома. На экране вы видите наш адрес в Оклахоме и расписание наших служений. Также всю информацию о нас вы найдете на нашем сайте. Если вы не здешний, вы можете смотреть наши проповеди онлайн. И также я приглашаю вас зайти в раздел victory.com.tv, где вы можете оставить молитвенную просьбу или свидетельство о том, как вам послужили наши проповеди. Да благословит вас Бог. И помните, что ваши лучшие дни прямо перед вами.